Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вновь в эфире наша программа «Правой разворот». Сегодня поговорим про электронные сервисы, полезные для людей в сфере государственной регистрации кадарстрового учета. У нас в гостях сегодня в студии эксперт Дмитрий Бабайцев, заместитель начальника отдела регистрации прав на нежилые объекты, на объекты нежилой недвижимости, если сформулировать так понятно, управление Росреестра по Волгоградской области. Дмитрий, приветствую! Добрый день! Ну, цифровизация внедряется в Росреестре, в принципе, произошло уже объединение кадастра и реестра, важная вещь сейчас практически база данных единая, и постоянно создаются новые возможности для людей по удаленному доступу, по получению услуг в цифровом виде. Что сейчас сделано, какие полезные вещи можно предложить людям со стороны Росреестра и управления? Вы знаете, последние два года были для нас очень важными по развитию этого направления. Еще в 2020 году правительством поставлена задача за 10 лет обеспечить перевод наиболее значимых социальных услуг в электронный формат. И эта работа ведется уже более двух лет. Всеми ведомствами ведущими нашей страны разработаны свои программы, так называемые дорожные карты по переводу своей работы в электронный формат, и наша служба приняла в этом в том числе активное участие. У нас подготовлена ведомственная программа цифровой трансформации, которая подразумевает скорейший перевод наиболее востребованных услуг в электронный вид. Ну, какие у нас востребованные услуги, я думаю, все знают. Это в основном регистрация прав на недвижимость, ведение Единого государственного реестра недвижимости и получение сведений об объектах недвижимости в целях совершения сделок с такой недвижимостью. Выписка о правах. Выписка о правах. В первую очередь, простым языком. Выписка о правах сейчас может быть получена в цифровом виде? Может быть получена. Не просто может, а сейчас практически это единственный вариант получения документа, подтверждающего факт проведения государственной регистрации, так как ранее существующие свидетельства о государственной регистрации, они отменены еще в 2015 году. Поэтому сегодня выписка из реестра есть единственный документ, удостоверяющий факт проведения государственной регистрации. Уже в этом году, в 2022, в наш закон о государственной регистрации были Привнесены изменения, что даже если человек обратится в МФЦ, то в любом случае бумажный носитель из МФЦ в Росреестр не предоставляется. На месте все сканируется, нам отправляются скан-копии, и результат человек получает также в МФЦ путем получения электронной выписки, удостоверяющей факт проведения государственной регистрации. К человеку второй раз надо приходить в МФЦ? Да, в данном случае да. Раз он обратился первоначально за сдачей документов, туда предоставил все бумажные документы, второй раз он все равно должен будет туда прийти, чтобы получить результат в виде выписки. И в этом принципиальное и важное отличие от электронной формы предоставления документов, о которой сегодня я бы хотел немножко более подробно остановить. Так, значит, получается, если мы обращаемся в МФЦ, мы два раза приходим, раз на сдачу, два на получение. Совершенно верно. А если мы пользуемся цифровыми сервисами, которые есть в Росреестре... Все приходит на вашу электронную почту или в личный кабинет. Так, вот давайте об этом поподробнее. Ну, смотрите, в чем принципиальное различие? Мне кажется, все очевидно. То есть, электронная подача документов подразумевает собой в бытовом плане человек, сидя дома, в комфортных условиях, у компьютера, через личный кабинет, оформляет заявление на совершение конкретного регистрационного действия, подгружает копии документов и отправляет эти документы напрямую в орган, который принимает соответствующее решение. В данном случае Росреестр. Росреестр рассматривает эти документы и принимает по ним решение. Результат также в автоматическом режиме выгружается в личный кабинет отправителя. То есть, минуется стадия МФЦ, упрощается порядок документа оборота, человеку не надо посещать присутственные места, что, наверное, особенно актуально сегодня в период коронавирусных ограничений. Электронный прием удобен чем? Он носит экстерриториальный характер, то есть, подать заявление на любой объект недвижимости, возможно, в пределах Российской Федерации, в любом регионе. Электронный прием подразумевает возможность круглосуточной подачи документов. Удобно вам в 2 часа ночи, пожалуйста, в 6 утра, ваше право. Такие документы, подаваемые в электронном виде, обрабатываются в более сокращенный срок, чем документы, подаваемые на бумажном носителе. В чем отличие? Сейчас наша политика такая, что документы, подаваемые в электронном виде, мы, по возможности, обрабатываем срок не свыше одних суток, одного рабочего дня. Это если зашел через цифровой сервис? Через цифровой сервис, совершенно верно. Ну, также, исключая человеческий фактор из процедуры подачи документов, мы снижаем в определенном роде коррупционные риски. Ну да, смысл технологии, разрыв. Совершенно верно. Кого, кому надо, и тот, кто исполняет через цифру. Поэтому плюсов подачи документов в электронном виде мы сегодня видим гораздо больше, чем... Что для этого надо вообще? Вот у меня ничего нет, я всегда ходил в МФЦ, и вдруг я решил войти в цифру в формате управления Росреестра. Как вообще завести аккаунт, что нужно сделать? Я бы рекомендовал в первую очередь познакомиться с нашим сайтом. С сайтом Росреестра. Федеральная служба, государственная регистрация, кадастр и директора. Для этого я должен набрать в поисковике какие слова? Сайт Росреестра будет достаточно. Сайт Росреестра. Его адрес выходит буквально сразу в верхней же строке. Я думаю, что все хотя бы раз пользовались сайтом предоставления государственных услуг. Госуслуги. Госуслуги, я думаю, что подавляющее большинство наших граждан на них зарегистрировано. Что я должен сделать? Вы заходите... Куда? На сайт нашей службы. Сайт Росреестра. Сайт Росреестра. На балл его открылся сайт. Вам предлагают войти в личный кабинет. Там есть соответствующая кнопка, закладка «Войти». Когда вы нажимаете эту кнопку на сайте нашей службы, нашего ведомства, с помощью системы идентификации, которая применяется на сайте Госуслуг, под теми же реквизитами, под теми же логинами и паролями, вы попадаете в личный кабинет Росреестра. Да, у меня вопрос. Значит, я для того, чтобы до того, как войти на сайт Росреестра, я должен быть зарегистрирован на Госуслугах. Это обязательное условие. Да. Все. Они связаны. Предположим, я вообще ничего не знаю. Сначала регистрируюсь на Госуслугах, логин, пароль, дальше захожу в сайт Росреестра, завести личный кабинет, войти и заполняю логин, пароль. Да, совершенно верно. Далее. Вы переходите в личный кабинет на сайте Росреестра. То есть все просто. Все просто. Так. И вам предлагается тот перечень сервисов, которые вы можете использовать. Я его вижу. Вы его видите визуально. Ну, 2-3 на вскидку, например. Это, прежде всего, это государственное ошление учетно-регистрационных действий, то есть государственная регистрация прав на недвижимость, государственный кадастровый учет. Все это выпадающие вещи. Совершенно верно. Все визуально, каждое окошко на отдельный вид регистрационного действия. Так же, вот, помимо регистрационных действий, очень большим спросом сегодня пользуется такой сервис, как получение информации об объектах недвижимости в режиме онлайн. Большой спрос мы видим также на использование сервиса публичная кадастровая карта. Посмотреть, да? Совершенно верно. Вид разрешенного использования. Все, вся максимальная. Это все будет в личном кабинете. Да. Вообще удобно. Да. Очень удобно. Кадастровая стоимость. Кадастровая стоимость присутствует практически во всех сервисах. Бери, заходи, изучай, сиди, смотри, что у тебя есть там. Вот, допустим, давайте возьмем для примера популярный сервис предоставления сведений об объектах недвижимости в режиме онлайн. Элементарнейший, простейший способ поиска информации, доступный даже людям, совершенно незнакомым с электронными сервисами. То есть вы можете найти любой объект недвижимости по одному из известных вам критериев. То есть либо то почтовый адрес, либо то кадастровый номер, либо то номер регистрации. Вам в течение нескольких секунд предоставляется информация по этому объекту, о его характеристиках, о кадастровой стоимости, о целевом назначении категории земель. Если это земельный участок, это важно. Кроме того, выходит информация о наличии зарегистрированных прав, не предоставляя при этом информации о реквизитах собственника. Это персональные данные. Ограничения обраменения тоже видны? Все, все видно, все предоставляется, вся информация. Публичная кадастровая карта, тоже очень распространенный сервис. А правовой путь сделок тоже виден без реквизита? Нет, видно только текущее состояние наличия. История не видна. Нет, история не видна. Это не подразумевает. Ну, историю, бери, заказывай, правильно? Это да, можно получить в виде выписки из реестра. Ну, это уже несколько другое. А выписку из реестра заказать можно? Да, выписку из реестра заказать можно. Единственное, что необходимо знать, что это платная услуга. То есть, заказать выписку из реестра можно, перейдя по ссылочке, оплатив ее. И также буквально... Но это все в личном кабинете. Да, все эти услуги действуют. То есть, все защищено. Информация защищена. Вы задаете правильный вопрос. Это вот одно из самых, наверное, больших опасений наших граждан. Почему не столь активно некоторые граждане используют эти сервисы, опасаясь утечки информации о персональных данных. Этой задачей наша служба была озабочена с первых дней. И сегодня защита информации, защита конфиденциальных данных – это приоритет в работе электронных сервисов. Была подключена большая команда, ориентированная на решение этой проблемы. Используются все возможные средства защиты информации, криптозащиты. Сегодня у нас нет случаев нарушения в этой части. Утечек нет. И мы, собственно, и не предвидим их, потому что задача эта реализована, с моей точки зрения, на очень высоком уровне. Защиты информации мы обеспечиваем надлежащую. Поэтому, если у кого-то есть опасения, что персональные данные могут быть потеряны, я считаю, что предмета для волнения сегодня у вас нет. Проведение сделок возможно через личный кабинет? Проведение сделок возможно. Выбирается вид сделки. Сегодня, кстати, следует отметить, что при проведении сделок используются электронные площадки не только Росреестра, а всем известные, допустим, площадки банков. Домклик, Сбербанк, Метрквадратный банк ВТБ. Эти площадки тоже отработаны. На них у организаторов этих площадок имеется большой опыт в проведении таких сделок. Поэтому человек имеет возможность сегодня выбрать альтернативные пути сайту Росреестра. Но банки, как правило, осуществляют подачу сделок на своих площадках только тех сделок, в которых они принимают участие. Кроме того, на сайте Росреестра, где любой заинтересованный человек может воспользоваться услугами электронной регистрации, есть так называемый электронный помощник. Чат-бот. Он называется «Жизненные ситуации» и путем простого диалога с пользователем он выясняет причину обращения вашу и оказывает посильную помощь. Какие документы... То есть, на досуге можно поперепишиваться. Да, совершенно верно. Он подсказывает, какие документы требуются. То есть, первичное составление картины можно взаимодействовать. Совершенно верно. В автоматическом режиме, с помощью электронного помощника. Но у него скрипты по документам наверняка, да? Вся необходимая помощь. То есть, он идентифицирует в итоге проблему, а дальше начинает... Да, начинает расписывать, как ее решить. То есть, по сути, он начинает забирать информацию из сайта Росреестра? Кроме того, сайт содержит руководство пользователя, то есть, тем людям, которые сомневаются, как сделать то или иное действие. Все есть. Возможно ознакомиться и реализовать, собственно, свое право и возможность использования электронных сервисов. Дмитрий, спасибо, информация полезная, дельная, а самое главное, оказывается, все доступно, и действительно, можно избежать ненужных походов, госуслуги и личный кабинет Росреестра. Спасибо, до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания, дорогие зрители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова